компанию и в зависимости от того какой категории тот или иной человек относится нужно вести себя несколько по-разному вот но друзья скажу что прежде чем мы приступим я решил вставить этот слайд который знаете я использовал его в своих презентациях в 2013 году ну и понятно что я не сам придумал то есть одного из своих учителей менторов можно так сейчас говорить менторов технику взял до рассел говорил что есть там 3 то есть ты на трех вещах должен сконцентрироваться в этом бизнесе то есть сначала отдавать отдавать инвестировать и праздновать а вот когда ты делаешь что-то по-другому так пришел зарабатывать то выходит что у тебя установка заработать то вся схема рушится то есть в первую очередь мы настроены отдавать сейчас скажу что то есть отдавать ну то есть часть знаний собственно ты должен делиться чем-либо чем-либо полезным что у тебя есть чтобы выстраивать за лояльность у людей чтобы они получив от тебя что-то полезное внутри них возникло это чувство благодарности есть еще чувство взаимности то есть это работает вне зависимости от того верим в это или нет то есть она просто так действует и потом потом они уже отплатили тебе еще более повышенным своим вниманием и присоединились к твоему бизнесу вот так то есть мы в первую очередь концентрироваться на том чтобы отдавать что мы отдаем до с вами получается мы отдаем бесплатный доступ к системе да то есть к системе то есть все что там внутри расположен да то есть мы говорим людям что вот выберите пользуйтесь все эти видео тренинги все эти там дни погружения то есть вот это бесплатно то есть это берите вот просто не каждый использует эту мощь через личный кабинет мы это отдаем то есть каким образом это лучше всего использовать просто интересоваться у человека посмотрел ли он то есть добрался ли он до тех видео все ли ясно ну и так далее то есть это уже детали то есть мы скажем так и отдаем ему часть своего внимания он взамен будет нам отдавать свое внимание как минимум вот дальше здесь важно инвестировать инвестировать это деньги в трафик то есть мы по-другому а не сможем привлечь людей на свои страницы то есть где берем у них их контактные данные вот поэтому второе действие на котором нужно концентрироваться помимо того что отдавать часть того что мы умеем и часть своего но часть своего времени внимания да мы инвестируем в трафик чтобы люди зашли на нашу страницу и понятно здесь важно праздновать даже незначительные победы но незначительные результаты но это важно праздновать смотрите в чатах до сообщать что вот у меня там первые переходы первые подписчики пошли то есть первые заявки первый звонок первые комиссионные то есть это обязательно то есть но делиться успехом раз и праздновать для себя то есть знаете когда у меня там первые комиссионные грубо говоря мы когда я начал это все постигать в конце одиннадцатого года стал изучать это все в конце двенадцатого года только мне первые осознанные 20 долларов получилось комиссионных и мы в тот день мы с женой там все эти 20 долларов когда я уже получил с paypal кошелька на свою банковскую карту мы устроили праздничный ужин да то есть там сложно было на эту сумму сходить куда-либо да потому что ну это грубо говоря там было порядка 600 рублей вот но мы купили что-то там не повседневную еду в супермаркете и приготовили ужин да то есть тогда были небольшие доходы и иной собственно мы в любом случае это отметить когда ты празднуешь то есть у тебя организм так настраивается что то есть ну ты его поощряешь а когда ну мозг понимает что поощряет то есть он хочет двигаться дальше вот на этих трех вещах нужно концентрироваться и тогда тогда ты вырываешься из рутины и тогда ты движешься дальше вот я просто считал важным на этом самом начале сконцентрировать внимание друзья кто со мной согласен что это важно было напомнить но для кого-то это просто напоминание для кого-то может быть открытие напишите цифру 7 пожалуйста в чат вот а мы между прочим переходим уже к типам аудитории с которыми мы работаем то есть смотрите мы инвестируем да инвестируем деньги в трафик и привлекаем людей которые делятся на три типа то есть по сути наша система она работает на привлечение нескольких типов целевой аудитории первое это сетевики то есть по сути самая благодарная аудитория вижу много семерок спасибо друзья а сейчас объясню то есть смотрите то есть как мы определяем эту целевую аудиторию то есть понятно что с помощью смотрите мы подаем рекламу в социальных сетях и подаем рекламу грубо говоря сейчас вот тестируем рекламную сеть яндекса осмотреть когда мы в социальных сетях подаем рекламу то понятно мы просто указываем интересы интересы указываем возраст да то есть интересы там сетевой маркетинг ну и так далее чтобы у человека либо он он посещал странички которые связаны там сетевым маркетингом либо можем там конкретизировать то есть странички конкретных компаний либо у него есть упоминание данных тем там в его постах либо он в сфере своих интересов просто мы говорим что через рекламный кабинет фейсбука все делается мы говорим фейсбук вот мы хотим чтобы наши посты нашу рекламу видела вот такая аудитория который интересы сетевой маркетинг вот и фейсбук знает очень многое про своих клиентов подписчиков процесс про своих пользователей и поэтому он выделяет и чем точнее ты попал в свою целевую аудиторию тем но тебе дешевле рекламу не выходит то есть это вот так работает вот когда мы подаем рекламу это я просто отвлекаюсь да когда мы подаем рекламу там в яндексе в поисковых системах в рекламной сети яндекса то здесь мы по интересам то есть по полу мы уже не можем градацию проводить аудитории в нашей то мы указываем собственно ключевые запросы то есть человек ищет в интернете на какие сайты заходит вот значит вот если он ищет сетевой маркетинг или сайты на которых упоминание сетевого маркетинга значит мы хотим ему показывать такие объявления если он ищет грубо говоря сайты там где есть инкрузис да то есть заходит на эти сайты значит вот он и тогда показал такое объявление ну и так далее то здесь аудитория выделяется немножко по другим критериям просто а сейчас делаю небольшой ликбез потому что я к этому буду апеллировать буквально вот через несколько минут ну вот то есть по сути я сейчас показал но два различия два различия между определением целевых людей с помощью социальных сетей и с помощью рекламных сетей яндекса ну и по сути это может быть и google то есть ну любая рекламная площадка основой для которой служит там поисковая система то есть это важно понять сейчас вам тоже будет яснее почему это так вот и смотрите все и возвращаем к типам аудитории то есть первое это сетевики то есть смотрите почему я написал что это самая благодарная аудитория потому что стоит сетевику помочь он будет вам благодарен настолько что то есть он будет хотеть вам чем-нибудь отплатить смотрите когда но у меня мое приключение под названием сетевой маркинг закончилась в начале 2016 года первая первая часть вот потом когда получается она в текущем заканчивалась потом когда я стал возвращаться в конце семнадцатого года тоже так не хотя то есть я думаю так сетевом сетевой маркетинг мне уже ну уже хватит да я буду помогать просто принимать и которые хотят вывести бизнес в интернет и что я заметил что люди которые ну то есть у них скажем так ожидание есть намного более завышенные чем у людей сетевиков потому что сетевики это люди как бы по большей части которые уже понимают что что такое квадранты денежного потока что не надо работать там на дядю что ну вот вот эти все вещи что они понимают что нужно высвобождать время что это время это главный актив а люди которые просто хотят начать зарабатывать через интернет неважно в какой нише в какой сфере то есть да есть среди них определенный процент тех которые уже ну поняли что да нужно строить бизнес и так далее но среди них очень велик процент тех кто думает что вот зарабатывать деньги через интернет это ну там нажимать на кнопочки ставить там на ставках но грубо говоря делать какую-то работу делать какую-то работу платить делать какую-то работу за компьютером россии и просто за выполнение рутинных действий у тебя будет день получается я не скажу что долго меньше года я с ними бился а потом мне надоело и я снова переключился на сетевой потому что сколько можно и вот с прошлого лета я и начал то есть я стал подбирать сетевую компанию себе и собственно и вот мое приключение под названием сетевой маркетинг она продолжилась вот и смотрите что я выявил да что сетевики то есть и меньше времени нужно тратить на то чтобы им ну чтобы они суть поняли и да я уже сказал что самая благодарна аудитория и они готовы слушать потому что есть те у которых уже есть ну которых есть небольшое не да то есть мне вот там не далее чем сегодня написала пара девушек что вот александр если бы вот него не общение с вами но они не сговаривают и у меня уже были мысли все чтобы забросить сетевой свалить отсюда сейчас все-таки но понимаем что нужно продолжать вот такие вещи да то есть команду попросились то есть люди разные бывают и есть как те которые ну скажем так они влюблены в свою компанию или там просто еще пока у них их хрустальные замки не разрушены да то есть их мечты и надежды они ну скажем так на высоте поэтому им они не рассматривают никакие новые предложения то есть они ищут решение своих вопросов и мы им просто поддаем решение их вопросов то есть мы им показываем доступ видео то есть как это все должно выглядеть и возможность получить то есть наши инструменты и посмотреть как это как рабочая система изнутри выглядит вот и те кто воспринимает информацию они видят в ней ценность и смотрите на что идет расчет дальше что мы выстраиваем с ними взаимоотношения то есть как именно выстраивать взаимоотношения через социальные сети у меня блок есть в самом конце вебинара кстати не уходите потому что там я буквально семь шагов то есть семь рабочих идей которые я сам использую для того чтобы выстраивать и укреплять взаимоотношения через социальные сети неважно это facebook instagram или вконтакте вот сейчас суть такая что да мы рассчитываем на то что вот как бы люди раз в три года сетевики бывает чаще даже да они меняют свои сетевые компании мы в лоб ничего им не продаем мы просто мы переработаем по методу перебора в наш в расчете на то что появится кто-то сразу да кто готов сменить это сменить свою сетевую компанию сегодня может появится тот кто уже но он просто готов забросить все всю свою сетевую деятельность а тут вы попались с готовым предложением вот просто таким людям в любом случае нужно что то есть не в не в лоб продавать да а делать такую подачу что у нас не просто инкрузис да у нас не просто круизный клуб и мы вас зовем в круизный клуб у нас есть готовая франшиза готовая система потому чтобы он понимал что у макдональдса франшиза но такая дорогая и там в очередь люди выстраиваются чтобы купить эту бизнес-модель они очень много руководства макдональдса она очень избирательно подходит своим партнером не потому что у них там самые вкусные булки самые лучшие рецепты а потому что потому что это бизнес модели рабочие вот то есть люди готовы брать это и когда они видят что вот здесь то есть у них два выбора то есть либо это самостоятельно внедрять то есть используя нашу систему наши видео наши наработки как лекала и затратить на этом месяц и годы своей жизни у кого-то просто нет столько времени вот а можно просто не тратить свое время да а использовать нашу франшизу то есть нашу систему вот готовую и что для этого нужно не нужно тратить время там на запись видео запись видео инструкции материалов ничего не нужно саму настраивать просто подключиться вам и все и дальше оно само пойдет просто подключился и бац у тебя все настройки под тебя уже готовы то есть у человека всегда в голове должна быть такая идея что да мы заботимся о том чтобы он получил доступ чтобы он изучил как это все работает и он должен понимать что мы его не в лоб зовем стать участником круизного клуба а мы ему предлагаем ну то есть мы заботимся о том чтобы он сам принял решение то есть либо вот он используя нашу систему то есть наше видео то есть как лекала создал свою подобную систему у нас на всех страничках есть призыв какой да то есть который на сетевиков настроена что вы посмотрите видео как работает наша система вы посмотрите изнутри как она устроена и вы сможете это внедрить в своей компании то есть мы никому ну скажем так ложных обещаний не даем друзья кто согласен напишите цифру 8 и дальше дальше мы просто говорим что есть кнопка легко тебе ты можешь даже там не менять компанию ты можешь подключиться и если у тебя там туго с деньгами то здесь может быстрее начать зарабатывать в том плане что тут более высокий уровень выплат более высокие выплаты и если ну вот прямо так прижало то подключайся потому что тебе не нужно будет тратить ни время ни деньги на настройки на что-то там создание там запись видео если ты еще с видео может вдруг у тебя там ну ты не дружишь с камерой да то есть еще больше времени да потратиться а вдруг там непрофессионально что-то составишь а вдруг тебе ты копирайтингом не владеешь нужно еще будет копирайтеру за текст платить потому что это же но много рутинных дел и много под задач есть которые нужно решить для того чтобы это все работало на тебя поэтому вот если мы таким образом будем с ними взаимодействовать то конечно же люди будут созревать и нам получается мы как бы мы 7 семена мы делаем пахту только и всего а в конечном итоге люди будут главное чтобы оставались на связи чтобы они по ним мы знали чем вы можете для них быть полезными если главное чтобы они видели уже с вашей стороны заботу дамы я вот почему с этих трех слагаемых начал с самого начала отдавать чтобы они не не видели знаете у вас такого там человека как знаете я просто там когда в двухтысячном 2001 то есть тех кто работал там гербалайф или vision компания да то есть vision да или как там называется вот мы если мы знали да мы их обходили то есть идем навстречу мы их обходили по другой стороны на другую сторону улицы переходили потому что мы знали что это как он вцепится он же не отстанет вот ну реально такие люди были то есть и чтобы и вы ему показали что вы не такой потому что в интернете тоже есть таких очень много людей ты уже он тебе пишет пишет он тебя не слушает не смотрят может тебя забанить или это или ты так поймешь первым вариантом первым вариантом намного чаще все заканчивается вот а он увидит что вы не навязчив он увидит что вы человек и естественно он такой вау ну-ка интересно вот это так работает вот друзья кто со мной согласен пишите в 9 пожалуйста светлана запись конечно будет запись ведется вот смотрите то есть это важно потому что я должен был об этом сказать и появлялись вопросы то есть почему вот как бы ну почему многие люди приходят то сетевики то есть я дал намет как с ними работать я очень рад что сейчас вижу девяточек много ну люди согласны вот то есть это такой механизм вот но этим все не ограничивается то есть у нас просто мы еще подаем же рекламу то есть сейчас мы тестируем то есть смотрим как на странице под тех кто ищет то есть смотрите вот многие уже видели нашу страничку мы просто предлагаем что круиз бизнес-система где доступ ко всем материалам и так далее вот на голубом фоне вот еще вид тестируем и показываем эту страницу как раз тем кто ищет бизнес круизном клубе ну и понятно что мы даже ну клики я скажем так переходы из ну вообще выслушать истории людей которые сливали деньги там на рекламе в яндексе то есть у нас 9 рублей за переход то есть ну на этапе теста это не так много то есть но что я увидел что дальше среди этих людей мы то есть не на всех от парам потому что у нас ограниченный бюджет для теста а вот там есть ну на борисе мы этот тест видео то есть что когда у него активность увеличилась но смотрите а я вам рассказал то есть конверсия небольшая то есть люди не нету таких кто вот то есть вывод какой смотрите я вам не случайно говорил как мы определяем целевую аудиторию в поисковой сети там яндекса да то есть те кто был на сайте инкрузис или был на сайте который содержит в себе ключевые слова инкрузис да в частности или круизный клуб и те кто в поисковых запросах вводил а вот эти вещи да инкрузис там круизный клуб там и так далее суть смотрите в начале то есть почему то есть я это понимаю почему поэтому я и не начал знаете чтобы с места в карьер в карьер с разбегу а вот потому что мне знакомы эти этапы продвижения знаете когда-то и компания интернешнл там было то есть кому просто покажи картинка вот смотри вот видишь мерседес вот это вот у меня вот это у меня так красиво а вот в общем я вы не хочешь иди ко мне да то есть и это вот так росло ну год полтора а после после смотрите почему то есть стало происходить ну сто процентов же людей не преуспевают в этом бизнесе и выходит что каким бы агрессивным маркетинг не был то есть понятно что люди есть но много недовольных и когда на хайпе то есть это сильно растет и ну люди все равно подключаются и те кто был вначале но они там проспели да потом потом среди тех кто подключался стал появляться негатив и в конечном итоге в конечном итоге негатива стало больше пошли разоблачения вот и грубо говоря если человек попытается сейчас там введя название данной компании найти каких-то отзыв какие-то отзывы то есть он если он не знаком вообще с тем как устроен интернет то он убежит все убежит в ужасе нет я туда сроду не хочу вот то есть и это происходит всегда то есть когда был этап бурного роста и потом ну начинается такая стагнация вот я сейчас объясню то есть как с этим всем быть вот просто в инкрузе сейчас примерно тот же самый ну этап только знаете слава богу что огромного количества негатива и разоблачения нету вот потому что мы либо здесь все-таки связано с тем что этичные предложения либо связано с тем что ну не было прямо вот такого повального прямо повального подписания всех и вся в инкрузе но в любом случае сейчас какой этап когда люди уже вот просто на название инкрузе и круизный клуб они уже не кидываются знаете как этот волк на мясо вот и сейчас сейчас идет то есть в нл тоже есть кто зарабатывает да и и в инкрузе сейчас смотрите суть какая то есть ты должен выстроить сначала доверие к себе чтобы человек видел ой варь как классно как классно то есть система работает то есть человек толковый да я хочу к нему в бизнес и там уже не важно это нл гербалайф инкрузе да то есть он такой смотрит круто вот то есть у него реально вот есть рабочая машина если рабочая машина есть она приносит результаты то я хочу туда и помните я говорил поэтому не важно что угол макдональдс не самые вкусные там бургеры важна система и вот когда компания становится более менее уже на слуху и известная то здесь можно привлечь людей привлечь людей уже либо спом выстроив личное доверие да просто не используют термины личный бренд но вот это он и есть доверие лично к себе либо либо показав что у тебя заявивших не просто присоединиться компании что на них будет работать целая система целая франшиза которую они получают бесплатно для того чтобы эта система на них поработала бесплатно им просто нужно подключиться и активировать свой контракт друзья у кого кто сейчас вот уяснил напишите 10 пожалуйста в чат вот лора пишет что за тест но вот этот как раз мы пытались подавать рекламу на людей ищут да то есть и есть а то есть смотрите вот на момент когда идет насыщение или перенасыщение то что происходит мы показываем рекламу людям которые вводили инкруиз которые были на сайте а так их уже много то нас рекламу скрики скрикивают люди которые уже учили то есть если он уже участник зачем ему еще раз присоединяться да еще раз 295 долларов платить вот как бы логика вот такая поэтому вполне нормально предположить что люди кто ищут бизнес круизном клубе и да про это уже многие знают что они прямо их так много не будет присоединяться к нашей команде все равно у нас там слабый такой ручеек здесь он будет да то есть порядка там 300 500 рублей в сутки у нас будет да то есть распределяться равномерно вот то есть это решение есть это мы то есть результат трехдневного теста вот он нам подсказал сделать так смотрите а третья категория людей это люди кто просто пытается заработать через интернет то есть и правильно как с ними работать на одном из следующих вебинарах я буду очень очень подробно разбирать вот потому что здесь но я могу за травку не трудать типа тизер до тизер это модно говорить что мы им то есть в сближении с этими людьми мы не используем слова млм сетевого маркетинга так далее мы просто говорим простая система по заработка денег все то есть простая система и так видите в чем детали и нюансы что тут и подход был должен быть другой я сейчас объясню почему он другой смотрите у нас видео которое на странице мост и который мы обещаем людям запад за их адрес имейл за подписку она за точно под сетевиков здесь гадалки не ходи она вот как бы так то есть я думаю для всех смотря вот для простых смертных людей здесь видео немножко другое должно быть то есть и но немножко другой подход и вот это мы и настраиваем и настраиваем вот кабину создаем скажем так создаем вот поэтому то есть это будет ну и естественно ну скажем так она бинар то есть я проведу то есть это будет там в ближайшее время вот поэтому смотрите есть три категории людей да то есть первые сетевики сам благодарны и с нее мы начали я объяснил почему да то есть вторая мы ее протестили то есть и ну какое решение то есть я тоже поделился да да и третье люди кто просто пытается заработать через интернет это следующий этап вот потому что то есть ну я думаю вы со мной согласно почему мы начинаем с аудитории сетевиков вот движемся дальше смотрите модель бизнеса как она у нас выглядит получается человек ввел свои данные на странице подписки он попал к нам в список нам в список а то есть он посмотрел видео он посмотрел видео о работе системы он подключился внутрь системы вот и фоном фоном то есть мы еще с ним созваниваемся созваниваемся утепляем уточняем то есть как он ну как у него там все собственно как ему удалось то есть очень очень подробно то есть как все эти вещи ну что в какой последовательности выполнять я сказал то есть но в июле когда эфиры были предварительные тренинги проводил да то есть про рекрустинг на каком этапе мы пока рассказываем про инкрузис да а то есть на каком этапе мы уточняем чтобы люди пользу получили то есть вот вот и все потому что мы насильно никого не тянем потому что смысла ну как бы нет то есть созван для того чтобы принести человеку пользу для того чтобы выстроить взаимоотношения только и всего вот а прямой рекрутинг в лоб он не работает да если сказать ему что ну вот как бы давай к нам да ну что ты там подвел ну когда будешь регистрироваться да ты сейчас вот ну вот как бы таким образом это все работа идет вот она идет только через утепление взаимоотношений то есть мы выстраиваем бизнес в долгую вот потому что по другому это не строится смотрите просто можно как это делать да то есть когда вот этот хайп прошел как прошел то есть друзья вот вы эти технические вопросы спешите что не было там и так далее было вы это решаете в борис обратитесь потому что они же есть они есть у тех кто участвовал в рекламе да то есть вы может там не участвуете вот поэтому у вас их не было то есть и ну я предлагаю все таки найти технические вещи ну здесь не отвлекаться вот потому что ну вот по фамилиям ну то есть я вижу вы в рекламе не участвуете вот как то так вот вопрос который сейчас мы обсуждаем да то есть мы сейчас про другие вещи вот смотрите то есть здесь идет работа через утепление взаимоотношений и важная важная деталь важный нюанс то есть за созвон с человеком то есть каждый ответственен сам а я отвлекся отвлекся то есть смотрите про модель бизнеса то есть можно относиться ну потребительский да то есть сегодня одна компания все хайп закончился да то есть все как бы взрывной рост прекратился лучше пора сворачиваться пора типа это переходить в другую да потом встречу потом в четвертую и так многие сетевики действуют так многие люди действуют и я не скажу что они ну мега успешные то есть смотрите я просто сам размышлял об этом то есть на каком-то этапе человек но просто заканчивается его ну скажем так период активной деятельности и он уже понимаете после того как он он растерял структуру команду то есть он занимался распылением он не построил тот бизнес который ему ну реально может пассивный источник дохода приносить а когда он теряет трудоспособность ну вот возможность активно действовать активно строить команду что произойдет на что он может надеяться на то что его какая-то млм компания позовет и чтобы он был там советником но вот единственная да а в едином в единственном конкретном месте в единственной конкретной компании которую он себе выбрал на года да то есть как жену выбирает на всю жизнь он дохода не построил потому что он прыгал из одной в другую вот и все то есть и многие есть такие да кто а все чуть не идет ничего да они вместо того чтобы сменить подход они меняют компанию и начинается заново кто-то за ними уходит кто-то не уходит ну и так далее перспективы на самом деле не самые радужные вот поэтому я прошу друзья об этом задуматься вот и взять ответственность за себя то есть сейчас такой этап он немножко пройдет до этой стагнации будет новый виток роста это я я не то чтобы это гарантирую но это статистика она показывает такое потому что ну если предложение этичное да то есть бизнес этичный то всегда просто есть ну период роста потом спад а потом новый период роста то есть когда внесли там новые маркетинговые ноу-хау вот как сейчас да система круиз плюс это получается новые маркетинговые ноу-хау то есть уже в существующей бизнес модели инкрузис только и всего но для того чтобы увеличить доход увеличить прибыль то есть увеличить количество новых партнеров в команде вот это так делается вот потом то есть есть еще некоторые у нас то есть на несколько шагов вперед то есть там другие маркетинговые ноу-хау да то есть ну может мониторим все вот потом и внедрим там вовлекающий марафон и так далее то есть есть задумки и то есть есть видение как построить именно ну долгосрочный бизнес вот потому что этот продукт он больше на ну то есть он это сетевой продукт да то есть здесь я могу сказать то есть у меня ну скажем так бизнес понимаете я могу сказать да потому что этот вопрос может в воздухе нависнуть да то есть где там эти были сумасшедшие чеки там 100 170 тысяч долларов в месяц но продукт он не сетевой то есть я могу провести работу над ошибками я понимаю что на продаже программного обеспечения то есть ты долгосрочный доход себе не построишь и я это могу понять потому что даже ну ребята ребята которые основатели этой компании да то есть они просто сейчас сконцентрировались на продаже еще и продуктов для хорошего самочувствия вот ну то есть добавили к программному обеспечению и работать на северную америку вот так это делается то есть это сетевой продукт да а получается отдых до круизы тоже сетево то есть это то что людям и так нужно то есть это то что не нужно объяснять что вот да мы по модели сетевого маркетинга продаем конструктор воронок и авторассыльщик потому что каждый бизнес в этом нуждается это сложно для понимания вот надеюсь друзья этот как бы ремарка была полезна напишите цифр 9 пожалуйста ну так чтобы была обратная связь то есть это мы говорили про ответственность про модели и про то ну то есть что каждый решает модель по которой он движется и развивается вот но я рассказал немножко про то что систему ожидает дальше то есть что это это вот не конечная версия то есть потому это не это необходимость что она живет как живой организм что и дальше развивается то есть появляются новые маркетинговые фишки и так далее вот смотрите а теперь ответственность за созвоны то есть мы говорили про ответственность то есть каждый должен беседовать сам созваниваться с людьми которые оставили ему контактные данные вот и понятно что если это сетевики то есть в любом случае лучше беседовать так чтобы ну нет не отпугнуть то есть не быть навязчивым да я просто говорил про людей которых мы обходили за за там пару сотен метров переходили на другую сторону улицы чтобы здесь таким не быть чтобы но и вас не не начинали избегать вот то есть есть такой термин как эмпатия то есть исходить из интересов человека которому звоним и тогда тогда это все будет уже ну дальше само развиваться вот и во взаимоотношения выстраиваться вот и смотрите никакая наша позиция я просто еще раз это повторю я вот говорил сегодня и на эфирах по инстаграм системе да вы обязательно пересмотрите говорил то есть мы даем доступ к тренингам и к нашим изнутри чтобы они посмотрели либо из их используя как лекала сделали точно такую же для своей компании да то есть пользу даже наши инструменты либо просто могут подключиться к франшизе чтобы не тратить время и подключиться к круизному клубу но то есть франшиза не стоит там пару миллионов долларов она вообще ничего не стоит за франшизу человек не платит он просто активирует свое членство все и система работает бесплатно на него вот но если смотри есть такой человек сетевик до пообщались и вот он говорит мне у меня вот я еще влюблен в свою компанию ну и так далее да мы отправляем борису мы говорим тогда хорошо а у нас есть специальный человек у которого есть для вас что предложить мы записываем данные и отправляем борису а борис уже получается он ведет список людей то есть грубо говоря если вы отправили человека борису то борис он много обладает своими навыками переговорщика то есть это он это делает таким образом что даже человек если ну то есть если он сам примет решение о регистрации клуб то есть вы получите комиссионные то есть за то что он зарегистрировался потом то есть он и то есть грубо говоря человек регистрируется в кабинете ну в вашем персональном кабинете где там ваши ссылки то есть ваш баннер там знакомство с наставником и так далее то есть вот через кабинет плюс добавить их заводе то есть вы это видели вот то есть все здесь мы поговорили то есть смотрите также у нас есть помощь нижестоящим партнером просто суть в том что ну я пока этих еще вещей не достиг но я перечитываю как бы изучая заново маркетинг план то что мне нужно было понять то есть где здесь деньги то есть за что здесь платится вознаграждение то есть и когда я принимал решение то есть я увидел что ну модель стоящий да потом все равно нужно разбираться вот то есть понятно что то есть я готов к этому что сначала нужно провести работу под названием пахота пахота посеять семена то есть в свою команду то есть построить там из 30-35 человек то есть смотрите почему столько да то есть не первая линия да именно структура а если в первую линию всех выстраивать то люди надолго не задержатся потому что у них здесь ну мотивации как бы никакой нет да и у вас при язык на плечо будет если там одному 35 человек пригласить с другой стороны даже все сетевые классики пишут что я бы лучше использовал один процент от усилий 100 человек чем сто процентов от своих собственных но и здесь получается ну неужели если тебя есть пять человек то этим пяти может проще проконтролировать чтобы они выполнили все пошаговые действия чтобы у них тоже по 5 появилась то есть это проще намного вот и смотрите то есть суть такая что когда у тебя по структуре вот 30-35 человек то есть это уже выход на директорский уровень директорский уровень и начинает работать бонусы со второй линии то есть получается даже когда идут подключения не в первую вторую линию да то есть не ваши личники да то вы получаете бонусы вы получаете бонусы то есть здесь уже ну элемент пассивного дохода включается вот поэтому мы проводим такую политику что помогаем партнером в построении команды да то есть именно помогаем ниже стоящим и смотрите да примечание чтобы но вот было на директор на директорском статусе уже находишься необходимо раз в неделю подписывать личника да то есть разделю чаще не нужно чтобы открывался доступ к пассивному доходу я просто рассказал про пассивный доход то есть нужно понять то есть вот и все то есть и получается и бизнес сделан бизнес сделан вот друзья это так просто это так просто я рассказал то есть как то есть как это делается то есть какой аудиторией и для чего а сейчас обещанные смотрите 7 идей на тему выстраивания взаимоотношений через соцсети это самые простые фишки но они такие фундаментальные я использую не так часто как хотелось бы но используем использовал вот когда мне про них рассказали то есть смотрите первое мы дарим оригинальные комплименты друзьям комментариях как записям человек когда но сделал пост сделал запись там у себя в какой-либо социальной сети когда мы дарим оригинальный комментарий рик то есть оригинальный комплимент в комментарии мы не просто написали круто да то есть мы ну под подметили Что конкретно мы для себя открыли Мы похвалили человека В комментарии Но не так, что типа Вот молодец, хорошо учишься А раскрыли в нем личность То есть мы тем самым Расположили человека к себе Раз У этого человека есть друзья, есть подписчики Мы показали Ценность человека Его друзьям, подписчикам Что мы Такой комментарий поставили И так же мы Получается И показали его друзьям и подписчикам Что мы позитивный человек Мы тем самым Просто привлекаем к себе внимание Это первая идея Вторая Отправлять личные сообщения В благодарность за их недавнюю запись С объяснением почему Вот если человек разместил пост Если человек разместил пост У себя А он реально очень полезный Качественный То есть он приносит пользу Мы же То есть Да, мы сделали комплимент В комментарии И мы можем ему написать Там в личку Типа Блин, спасибо Ты мне просто Сделал мой день Объяснить почему Потому что Ты добавил позитивы Или ты Слушай, вот эти вещи Казалось бы Они где-то на поверхности были Казалось бы Очевидные Ну вот ты так написал Что теперь у меня Все точно разложилось По полочкам Все, мы человеку сделали день Тоже поделились позитивом И выходит, что Он Ну Мы выстраиваем взаимоотношения Вот Третья идея Создавать записи И отмечать в них друзей Да, то есть Когда Ну Это главное Чтобы Не были какие-то Спам-предложения Да, то есть Ну Что-то Ценное Разместили Ценный пост Или ценные Там Ценные советы Да И по смыслу По смыслу Мы Их там Разместили Допустим Ну Когда вы здесь Ну С позиции лидера Допустим Есть у вас Ну Пост Про какой-то эфир Или пост Про Там В вашей команде Там Какие-то Свершения Или там Какие-то новости Какие-то новые Квалификации И так далее И когда Мы Отметили друзей Что получается Да Типа Я вот Сделал Благодарю Это не только моя работа Это работа всей команды Поэтому Благодарю Участников Да Я отметил их там Ну Сколько там Человек Ну Не больше Десяти Там Пятнадцать Ну В зависимости от уместности Да То есть Всем приятно Всем приятно Вот Дальше Делиться Чьей-то записью Поблагодарив И отметив Его в комментариях К записи Которой поделился То есть Смотрите Суть такая Что Вот Кто-то Сделал Запись Да У себя Там Фейсбук Там Вконтакт Одноклассники Если используете Да В инстаграме Это полезно Это полезно И отметил Этого человека Что Да Спасибо Там Какой-то Такой-то Что Как бы Делишься Этой информацией То есть Это тоже Выстраивание Взаимоотношений Дальше Вместо В комментарии Андрей Артем Здесь 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 Немножко Вектор В другую Сторон Смещается Или Допустим У нас Там Ну Какой-нибудь Топ Там С Аудиторией Там Сто Тысяч Да Подписчиков Ну То есть Здесь Нужно Смотреть То есть Везде Есть Ну Как бы Крайности Есть Уже Личное Общение Налажено С этим Человеком То Конечно Поздравить Его В личку Важно Если Мы С ним Никогда Еще Не Общались Раньше Никогда Не Общались Раньше То Ну Смысл В личку Поздравлять Нет Потому Что Он Наши Сообщения Вот Тогда Мы Ну Вспоминаем Опять же Один из Тренингов По Инстаграм Системе То есть Там Где Была Модель Такая Что Это Банк Эмоций То есть Мы Сначала Мы Привлекаем К себе Внимание Оставляя Лайки И Комментарии То есть Когда Лайки И Комментарии Есть Когда Человек Уже Заметил Когда У нас Личное Общение Уже Налажено Вот После Этого Мы Можем Поздравить С днем Рождения И Тогда Это Будет Ценно Это Важно Было Нюанс Отметить Вот Дальше Мы Можем К личному Сообщению Отправлять Аудиозапись Это Будет Вообще Бомб Потому Что Люди Они Любят Аудиозапись Опять же Отправляем Им От Близких Людей Или Тех Людей С Которыми Пресекались Раньше Вот И Смотрите Отмечать Людей В Комментариях И Соотносить Их Друг С Друг Что Типа Допустим Кто Задал Вопрос Типа Какая Система Работает Или Допустим Ну Вот Есть Пост Про Систему И Мы Пишем Отметили Грубо говоря Лана Лана Уверен Что У тебя Тоже Все Получится И Бац Отметили Олег Дворкин Уверен Что Если У тебя Все Получится Если Не Получится То Олег Дворкин Тебе Поможет Ну Вот Как То Отметили Людей Которые Относят Имеют Друг Друг Отношение Может быть Не Прямое Косвенное Но Тем Не Менее Посредованное Вот Это Важно То Это Седьмая Идея Была На Тему Выстраивания Взаимоотношений Через Соцсети Друзья Напишите Цифры 7 Пожалуйста Если Они Для Вас Были Ценны Потому Что Для Меня Они Были Одни Из Самых Ценных Идей Которые В свое Время Получил Вот Ну И Смотрите Да То есть Если Автограмм Используйте То Здесь Можно Читинговать Да Просто Выбрать Из ленты Новостей И Одинаковые Комментарии Просто Поделиться Позитивом В общем То есть В ленте Новостей Это значит Ко всем Новым Постам Своих Друзей Прописать Этот Комментарий Вот И Поделиться Позитивом Таким Образом Ну Это Частный Случай То есть Не всегда Это Лучше Использовать Да Но Как бы Иногда Работает Вот Все-таки На начальном Этапе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...